14 часов в Киеве. Время новостей на телеканале ДОН. В студии работает Дарья Вершилинко. Здравствуйте. 14 часов в Киеве. В зоне проведения операций объединенных сил тем временем тихо, но в ОБСЕ сообщают о нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований. Речь идет о минировании дороги в неподконтрольном Киеву селе Веселая гора, а также беспилотник наблюдателя ОБСЕ зафиксировал новые траншеи. Украинская сторона СКК означает, что своими действиями Збройные формирования Российской Федерации вкотре демонстрируют небожание дотриматься минских договоренностей и дополнительных договоренностей, которые были достигнуты в рамках ТКГ от 22 липня 2020 года. Про припинение в огне. Продолжение следует... Эту версию проверяют правоохранители. Селекторное совещание с мэрами городов 14 сентября планирует провести министр здравоохранения Максим Степанов. Будут обсуждать проблемные вопросы, связанные с карантином. Сегодня министр посетил Чернигов. Там стремительно растет количество больных COVID-19, а со следующей недели в регионе расширяется красная зона. В целом по Украине фиксируется резкий скачок заболеваемости. За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 3144 человек. Это новый максимум с начала пандемии. Два лишка в 11 лекарнях, которые вызначены под лекованием хворых на COVID-19. Они, соответственно, обеспечены и аппаратами штучной вентиляции легень. 179 аппаратов штучной вентиляции легень находятся. И кисневыми аппаратами, и мониторами пациентов. Предоставление объективной информации, борьба с фейками и усиление влияния СМИ. Главные вызовы для Украины в медиасфере. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Матима Асикас в ходе Донбасс-медиафорума. На одной из четырех площадок в стране, Киевской, находится наша корреспондентка Юлия Крючкова. Она с нами на связи. Юля, скажи, пожалуйста, какие заявления еще прозвучали и как эксперты планируют проводить информационную реинтеграцию Донбасса? Здравствуй, Даша. Саморегуляция журналистской сферы – это главная задача для медиасреды Украины. И только тогда можно, только когда будет правда и доверие к журналистике, можно говорить о диалоге. Об этом заявил на форуме Алексей Мацука глава общественной организации Донецкий институт информации и один из организаторов форума в 2020 году. Тема мероприятия – сотрудничество во время изоляции. О главных задачах форума давайте послушаем организаторам. Форум для взаимной поддержки, форум для обмена опытом, форум для обмена знаниями по текущей ситуации, например, с ковидом. То есть мало того, что у нас вооруженный конфликт, плюс еще и присоединяется ковид, и кризис усугубляется. Это все, конечно, мешает работе журналистов. И мы ищем ответы, как другие страны справляются. Как консолидировать украинское общество? В условиях конфликта на востоке Украины в нем поучаствовала и руководитель телеканала «Дом Юлия Островская». Она рассказала о целях канала, который вещает на оккупированные территории. Кроме этого, участвовал в этой сессии и журналист Станислав Асеев. Он под псевдонимом Станислав Васин работал внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Донецке, когда он уже был оккупирован, и два с половиной года он удерживался в тюрьме незаконными вооруженными формированиями. Давайте послушаем, что он рассказал о том, как должны работать журналисты в такой чувствительной теме и во время войны. Если это не несет какой-то пропагандистской функции, то, конечно, я за то, чтобы мы брали интервью даже у людей с противоположной точки зрения, в том числе и на оккупированных территориях. В то время войны, конечно, некоторые журналисты, они должны размещаться в сторону национальных интересов, и не все имеют право на слово в прямом эфире, пока у нас есть конфликт и война. Донбасс-медиафорум будет проходить два дня, участвуют около шести десятков спикеров из 14 стран мира. Это уже шестой такой след журналистов, экспертов, чиновников и политиков. За эти два дня пройдут 18 ивентов, среди них вот такие вот дискуссии, а также более практические занятия, воркшопы для журналистов. Основные темы – это соблюдение журналистских стандартов, законодательное регулирование для СМИ в Украине, а также актуальные в этом году темы работы медиа во время пандемии коронавируса и работы на местных выборах. Передаю слово тебе, Даша. Коллега, тебе спасибо. Юлия Крючкова с Донбасс-медиафорума. Теперь украинцы могут менять компанию, которая поставляет газ в их дома. Об этом в программе «Пять вопросов на злобу дня» рассказал директор газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» Максим Рыбинович. По его словам, для смены поставщика обращаться к предыдущему не нужно, заявку можно подать онлайн. У нас на сайте есть форма очень простая, куда вы вписываете определенные минимальные данные о себе, и дальше есть два способа. Или вы минимальный пакет документов сразу прикладываете в эту форму, или вы отправляете в форму, и вам набирает наш колл-центр, который потом просит на определенный e-mail сбросить этот пакет документов. С момента, когда мы получаем пакет документов, через три дня вы получаете от нас договор и уже потребляете газ у нас, как у компании. 19-я годовщина крупнейшего теракта в мире. 11 сентября 2001 года в США террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона. Пассажиры четвертого лайнера вступили в борьбу с террористами, и самолет упал в штате Пенсильвания. В результате серии атак погибли почти три тысячи человек. Через пару часов из-за разницы во времени в США начнутся памятные мероприятия. Генеральную ассамблею ООН призывают направить в Беларусь наблюдательную миссию. Такое обращение подписали лауреат Нобелевской премии, член Президиума Координационного совета оппозиции Светлана Алексеевич, а также руководители Белорусской ассоциации журналистов и организации «Репортеры без границ». Они напомнили о цензуре и репрессиях против представителей СМИ. Только за неделю почти 70 журналистов подверглись преследованиям, были лишены аккредитации или выдворены из Беларуси. Когда народы мира требуют уважения своих гражданских прав, они требуют честного отображения реальности, а также честных выборов. Они знают, что свобода прессы позволяет проверять наличие всех остальных свобод. Увы, власть Александра Лукашенко пытается превратить политическую реальность в потемкинскую деревню. В Беларуси 34-й день. Продолжаются протесты из-за фальсификации результатов президентских выборов. Предприятия проводят забастовки, а жители выходят каждый вечер на акции. Известно о двух задержанных уже сегодня. Столкновения были возле Минского областного суда. Он рассматривал иск о признании недействительной забастовки на комбинате «Беларусь-Калий». Для тех, кто истосковался по авиапутешествиям, в особенности по еде на борту, в Таинландии открыли необычный ресторан. Национальный перевозчик, который приостановил большинство полетов из-за пандемии коронавируса, превратил кафетерий своей штаб-квартиры в ресторан. Посетителей приветствуют стюардессы в форме. Столы собраны из деталей самолета, а кресла такие же, как на борту. Ресторан сможет обслуживать около двух тысяч человек в день. Так, компания намерена возместить часть убытков из-за пандемии. Я был так впечатлен, как только ступил на трап, в ходу меня встретил капитан и бортпроводники. Ощущения такие же, как и при посадке на настоящий рейс. Я так счастлив, бортпроводники любят пассажиров. Мы не могли летать в течение трех-четырех месяцев. И нам очень не хватало нашей формы и атмосферы. Так что для нас очень радостно быть здесь. Такой необычный момент. Итоговый выпуск новостей в 20.30. Телеканал Дом есть в Ютюбе, в Фейсбук, Инстаграме. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. И спасибо, что смотрите Дом. Субтитры подогнал «Симон»!